Приветствую вас на программе «Истина Евангелия» с Эндрю Вомаком. Цель его служения – донести людей весть о Божии безусловной любви и благодати. Благая весть вещается через множество телесетей и библейский колледж Харрис по всему миру. А теперь, пожалуйста, Эндрю. Я приветствую вас на программе «Истина Евангелия». Сегодня я продолжаю учить по теме, «Как найти, исследовать и воплощать или исполнить волю Божью». Это конец пятой недели учения на эту тему. На этой неделе мы говорим о том, как воплощать Божью волю. Две недели я говорил о том, как найти ее. Две недели я говорил о том, как следовать за ней. И две недели учу о том, как ее воплощать и исполнять. И вот это первая неделя заключительной части. Я заканчиваю пятую неделю сегодня. На этой неделе я говорю о том, как послушание необходимо для того, чтобы вы могли исполнить Божью волю. И я пытаюсь противопоставить этот принцип другому. Я так много говорю о благодати, что многие, узнавая, что Бог любит их, независимо от их поступков, потому что Бог есть любовь, а не потому что они такие хорошие, они берут эту истину и бросаются в крайности. Так что считают, что больше им не нужно повиноваться Богу, искать Его и вообще что-либо делать. Конечно, это совершенно не так, и всю эту неделю я как раз этот вопрос объяснял. Позвольте мне привести пример. Илия, я уже приводил его в качестве примера в начале этой недели, это 3 книга Царств, 17 глава, с 1 по 5 стихи. Бог сказал Илии пойти и скрыться у потока Харафа, где Он повелел воронам его кормить. Бог послал обеспечение для Илии не туда, где Илия был, а туда, куда Он сказал Илии пойти. В этом и была благодать. Илия не был совершенным, или был таким уж суперправедным, что Бог был обязан все это для него сделать. Нет, по благодати Бог обеспечивал его, заботился о нем, давал ему воду, давал ему еду, но Он послал обеспечение не туда, где Он был, а туда, куда отправил его. И 1 Царств 17, 5 говорится, «И пошел Он и сделал по слову Господнюю». Если бы Он не сделал то, что Бог Ему сказал, хотя Бог и посылал бы обеспечение по благодати туда, куда Он отправил Илию, но если бы Илия не пошел в то место, то Он мог бы умереть с голоду. Хотя Божья благодать дала обеспечение, но если бы Он не послушался, не повиновался, не пришел туда, куда Бог отправил обеспечение, то умер бы с голоду. Я уже разъяснял этот пример, прекрасный пример. Так что Илия пошел и исполнил, как Господь ему сказал, и поэтому Божье обеспечение сверхъестественным образом проявилось в его жизни. Точно так же, как в Сарепте, он пришел туда, и Господь обеспечивал его в течение трех с половиной лет. Бог чудесным образом обеспечивал нужды Илии. По благодати это происходило, но Илии необходимо было повиноваться и исполнять то, что Бог ему повелел. В 18 главе Илия возвращается, и Бог говорит ему пойти собрать всех жрецов Ваала и жрецов Дубравных. Он пошел к Ахаву, к царю, и попросил его всех собрать на горе Кармел. И так как он повиновался Богу, сделал то, что Бог ему повелел. Вот вам пророк в культуре, где пророки Божьи умерщвлялись. И этот человек Божий повелевал царю, говорил ему, что делать, и царь ему повиновался, потому что сам Илия исполнял то, к чему призвал его Господь. Если бы Илия от этого не повиновался Богу, даже когда Бог говорил ему правильные слова, но он пошел бы и не стал бы говорить Ахаву, он не повиновался бы Богу за эти три с половиной года, то он не оказался бы в этой лидерской позиции. Если вы не повинуетесь Богу, то это будет мешать тому, как Бог может вас использовать. 18 главе он собрал этих людей, сошел огонь с неба, по слову Илии, он насмехался над пророками Ваала, и потом он взял этих пророков и убил их всех. Там было 400 пророков Ваала и 450 пророков Дубравных, и Илия убил их всех. 850 человек он убил. В 19 главе царица Язавель настолько разозлилась на то, что сделал Илия, что она послала к нему человека с запиской, где она угрожала ему и сказала, что твоя жизнь будет такой же, как жизнь пророков, которых ты убил. И это с тобой произойдет завтра. Илия испугался Язавели и побежал. И также потом он прибежал на гору Харива, гора Бога. И когда он пришел туда, Бог обратился к нему. 9 стихе, это 3 книга Царств, 19 глава. И вошел он там в пещеру и ночевал. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему, Господь, что ты здесь, Илия? Знаете, было бы время у меня разобрать контекст этой истории. Я учил по этой теме из 17 главы 4 стиха о месте там, куда Бог послал Илию, где вороны заботились о нем. Потом он призвал огонь с неба, и вся нация обратилась к Богу и покаялась. Это было одно из самых сильных пробуждений в истории Израиля. Этот человек Божий, помазанный, проповедует на этом пробуждении, нести покаяние. Он довел их до этого состояния покаяния, когда они вспомнили, что Господь есть Бог. Вместо того, чтобы оказаться там вместе с этими людьми в пробуждении, чтобы вести их к покаянию, он испугался и побежал, и оказался в неправильном месте. И Господь говорит, что ты сделаешь здесь, ты должен быть там. Там происходит пробуждение, люди обращаются к Богу. Ты помазан проповедовать на этом пробуждении, но тебя там нет, ты оттуда убежал. И поэтому Бог его спрашивает, что ты здесь? Или ему отвечает, «Возревновал я Господи Бога Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет, вы разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и мои души ищут, чтобы отнять ее». Вы знаете, что на самом деле это было не так? И он знал, что это не так. Посмотрите, в 18 главе, в 3 книге царств, к нему пришел Авдий и говорит ему, 3 царств, 18-12, «Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не зная куда. Если я пойду увидим тебя, Хава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано Господину моему, что я сделал, когда Язавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой?» То есть все это происходило за несколько дней до того, как Авдий сказал Илии, что все еще 100 человек пророков прятались в пещерах, и Бог их обеспечивает. Но Илия здесь говорит, «Я возревновал о тебе, я единственный, кто остался». Но он знал, что это не так, и знал, что по меньшей мере 100 проповедников осталось. А если есть 100, то есть еще и другие люди. Вот что происходит, когда вы впадаете в эмоции, подаетесь им. Мы начинаем преувеличивать наши чувства и говорим то, что не является правдой, и мы сами об этом знаем. Когда я был маленький, у нас была такая поговорка, «Никто меня не любит, все меня ненавидят, съем червяка». Мы говорили, «Все против меня». Мы знали, что это не так, потому что родители нас любили, кто-то нас все равно любил, но мы так чувствовали, и поэтому так говорили. Когда вы впадаете вот в это состояние, в этот синдром Илии, «Я единственный, никто не служит Богу, кроме меня, никто меня не любит». Как только вы впадаете в это состояние, вы в обольщении. Это не так. Или я знал, что это не так, но он так сильно переживал, что ему неважна была истина, он равнялся на свои чувства. И когда это произошло, у него возникли проблемы, и Господь обратился к нему, и там был ветер, там было землетрясение, огонь, но Бог не был во всем этом. И в 13 стихе говорится, «Услышав сие, Илия закрыл лицо своей мелочью своей и вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, «Что это здесь, Илия?» То же самое было ему сказано в 9 стихе. То же самое было сказано другими словами. Бог позволяет ему заново написать этот тест. Он задает ему вопрос, «Что ты здесь делаешь?» Он дал неправильный ответ. Очевидно, что ответ был неправильный, потому что Бог не дал бы ему еще раз этот тест пройти. Если вы потерпели неудачу, провалили тест, и вам дают снова проводить этот тест, неправильно будет давать тот же ответ. Но Илия именно так и делает. Дает точно такой же ответ в 14 стихе. Он говорит, «Возриновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо, сыны Израиля, вы оставили завет, вы разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И вот Господь дает ему еще один шанс, чтобы тот опять заново попробовал. Но он дает тот же самый ответ. И посмотрите, в 15 стихе, «Сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила, царя над Сирией и Иуэ, сына на Мессиина, помажь, царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатовой, савил Михолой, помажь пророка, вместо себя». Вы знаете, что Бог дал ему три задания. «Иди, помажь Азаила, потом помажь Иуэ над Израилем и Елисея вместо себя». Но все, что он сделал, он помазал Елисея вместо себя. Он не повиновался, в общем-то, он не сделал две других вещи, которые Бог ему сказал. Вы можете сами прочитать, и я мог бы всю программу, оставшуюся вам, показывать конкретные стихи, но в 4-й книге Царств, 8-й и 9-й стихах, вы увидите, что Елисей, то есть тот, кто заменил Илью, он помазал Азаила в царя над Сирией и помазал Иуэ царем над Израилем. И сам тот факт, что Елисею пришлось это делать, означает, что Иль этого не сделал. Вот Бог обратился к Илью тихим голосом, слух, что называется, голосом, но Илья не сделал две трети из того, что Бог сказал ему сделать. Я могу только размышлять, почему он, но настолько он был в депрессии, он полагался на чувства, «Я единственный, кто остался, служить Богу». И он настолько был в депрессии, настолько он уныл, что Бог ему говорит, «Иди помажь себе наместника». И он каким-то... В каком-то смысле он говорит, «Все, я устал» и не сделал все, что Бог ему сказал. И какие были результаты? Знаете, Ахаб, так как Ахаб продолжил оставаться царем, вы можете прочитать об этом в 21 главе, но Ахаб возжелал велоградника Навуфея возле дворца своего. И Навуфей отказался ему продавать этот виноградник, и Ахаб, его жена, Язавель, просто его убила, и он пошел и взял этот виноградник себе. Знаете, что этого не произошло бы, если бы Илья помазал Иуя на царство? Вы можете прочитать об этом в 4 книге царств. После того, как Иуи был помазан, он тотчас же, тотчас приехал во дворец, и когда он приехал туда, вышел царь против него, он его победил, не только царя Израилева, но и он победил царя Иудей, зашел в город, и Язавель, царица, была там, и он приказал сбросить ее из окна, и ее размазало по мостовой, и по ней проехали много раз колесницы, он разрушил все кодилища Ваала, и он навел порядок в Израиле. И Иуй, если бы Илья помазал бы Иуя, Ахаф не был бы царем, он не убил бы Навуфея, и этой крови не было бы на руках Ильи, в общем-то, можно так сказать. Конечно же, там была и виновата Иисавель, но кровь была и на руках Ильи. И также Венадад был царем Сирии, и он окружил Самарию, и там возник из-за этой осады большой голод, так что матери даже ели своих детей из-за голода. Вы знаете, что этого тоже не случилось бы, если бы Азаил был царем Сирии. Но весь вот этот голод, вся эта трагедия, нападение Венадада на Израиль, когда Ахаф убил Навуфея, и эта история, все это произошло в результате того, что Илья ослушался Бога. И из-за этого Илья не исполнил все, что Бог повелил ему. Илья все еще был прекрасным мужем Божьим, что называется, человеком Божьим. И, опять же, если вы прочитаете в 4 книге Царств, 2 главе, Илья ходил с Богом так много, так сильно, что Бог забрал его в Богинной колеснице, и Елисей все это видел, и Бог забрал его. Илья был одним из двух людей, которых Бог перенес на небо, и который пережил смерть, и который не видел смерти. И он был вознесен в Божье присутствие. И хотя Илья не делал все правильно, и два раза он ослушался Бога, как здесь, вот, говорится в 3 книге Царств, на 2 трети он не исполнил Божье повеление. Он все еще был человеком Божьим, и Бог все еще забрал его живым на небеса. Бог любил его, благословлял его. Все это я говорю для того, чтобы показать, что все благодаря благодати. Благодать касается нашей жизни. Она призывает нас, но из-за непослушания Ильи другие люди пострадали, умерли, и Илья не увидел полноты проявления того, к чему Бог его призвал. Богу нужно было поднять другого человека, Елисея, который исполнил то, к чему Бог изначально призвал Илью. Все это очень, такие большие, веские утверждения, но я могу все их подтвердить из Писания. Для того, чтобы вы могли исполнить Божье предназначение, вам нужно научиться повиноваться. Вам нужно начать делать то, что Бог вам говорит. Вы можете приводить миллионы примеров, но вот Гедеон, хороший пример, Писание говорит, что мы должны давать десятину. Кто-то скажет, что это все принципы Ветхого Завета, и в Новом Завете мы не должны давать десятину, а мы просто жертвуем. Ну, я не буду спорить ни с кем на эту тему. Я верю, я считаю, что если стандарт по Ветхому Завету был 10%, то Бог сегодня от нас желает, чтобы мы давали намного-намного больше, и я жертву намного больше. Но я не буду с этим спорить, называйте это десятиной или даянием. Есть принцип Нового Завета даяния. Мы должны жертвовать, мы должны почитать Господа нашими финансами и начатками наших плодов и так далее. Многие говорят, что да, я в это верю, но они берут благодать Божию и говорят, ну, мне ничего не нужно теперь делать этого и не поступают по тому, во что они верят, как они говорят. Если вы так не делаете, вы сами останавливаете свое преуспевание. Неверно учат, кто-то говорит о том, что ты вроде как бросаешь деньги Богу, держишь за ручку, как у однорукого бандита, если ты даешь десятину, то Бог тебе должен теперь дать благословение. Это неправильное отношение, вы исключаете благодать Божию и такое пожертвование основывается на делах и такие люди отвергают такое преуспевание. Я с этим не согласен. С таким принципом, с таким отношением. Но если вы верите в то, что Библия говорит о преуспевании, то нехватка вашей веры остановит благословение Божье. Оно не будет проявляться в вашей жизни. Вам не нужно быть совершенным, но вам нужно верить. Если вы говорите, да, я верю в преуспевание, но вы не верите достаточно, чтобы поступать по этой вере, жертвовать, давать, как вы будете пожинать, если вы не сейте семени. Есть закон сейней жатвы, и он есть в Новом Завете, не только в Ветхом Завете. Давайте и дастся вам мерою доброй, утрясенную, нагнетенную, переполненную отсыплят вам в лоно ваше. Лука 6, 38. Вы должны что-то сделать, вы должны жертвовать, вы должны повиноваться. Кто-то говорит, ну, я по благодати живу, мне не нужно жертвовать. Я по благодати тоже живу, я не обязан жертвовать, я не должен жертвовать, я хочу жертвовать, блажение давать, нежели принимать. Это желание Бога жертвовать. Бог, даятель, так Бог возлюбил мир, что отдал своего Сына. Если вы подумаете по-настоящему, оцените благодать Божью, вместо того, чтобы рассуждать так, как мало я могу дать, чтобы минимальные требования исполнить, вы будете говорить, Бог, спасибо тебе за твой избыток, как мало мне нужно сохранить, чтобы жить и быть хорошим свидетелем для своей семьи и людей, и как много я могу пожертвовать. Вот что заставит делать вас благодать. Это тот, кто сидит и говорит, ну, все дело в благодати, так что я ничего никому не должен, я уповаю на Бога, все и так получится. Вы сами останавливаете свою собственную жатву. Если не сеете семени, то и не пожнете никакой жатвы. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 стих, там говорится, что кто мало сеет, тот малый пожнет. Много сеешь, много пожнешь. Это Новый Завет. Кто-то скажет, ну, это же дела. Это послушание Богу. Когда Бог взял чудо в форме семени, это благодать Божья. Она заставляет его работать. Вы сеете маленькое семя кукурузы и вырастает большой куст. Да, это чудо, но семя должно быть посеяно. Если вы будете хранить его на своей полке, не посеете, то то чудо, которое заложено в семени благодати Божьей, никогда не начнет действовать, пока вы его не посеете, не будете поливать, пока вы с ним не потрудитесь, не поработаете. Правда, что благодатью Бог благословил нас, обеспечил все наши нужды, но вам нужно кое-что сделать. Нужно быть послушным Богу, нужно действовать на основании слова, уповая на Бога, посеять семя. Если вы будете действовать по воле Божьей, не только в сфере финансов, но и в вашей семье, в вашем служении, в вашем здоровье и так далее, во всех этих сферах. Если вы хотите увидеть исполнение Божьей воли в вашей жизни, то вам необходимо повиноваться Богу. Вам необходимо повиноваться Слову Божьему и делать то, чему нас призывает это Слово. А тот, кто говорит, но мне плевать, я по благодати живу, я буду делать все против того, что Библия мне говорит, и все равно буду преуспевать, вы себя обманываете. Иакова 1.22. Человек, который слушатель, но не делатель обманывает самого себя. Вы обманываете себя. Будет ли вас Бог любить? Да, Божьи дары и призвания непреложны, Бог не заберет от вас спасения, Он не перестанет вас любить, но вы не перейдете в финишную черту победителем, вы едва-едва переползете ее. А я говорю вам, что Бог не хочет, чтобы так все происходило. Если вы хотите увидеть исполнение Божьей воли, как она в полноте исполнится вашей жизни, повинуйтесь Ему. Делайте то, что вам говорит Бог. Следуйте Его указаниям и не уповайте на свое собственное понимание. Следуйте за Богом. Моя жизнь это примеры, свидетельства этих истин. Бог благодатью призвал меня. Я ничего не заслужил из того, что имею, но если бы я не был Ему послушен, не следовал бы Божьим указаниям, Он нашел бы кого-нибудь другого. У меня в служении была ситуация, когда был один человек, который очень любил, с которым был близкими друзьями, но настало время ему оставить служение. Я знал, что время это настало, и я на месяц откладывал, даже на несколько лет это решение, прежде чем я сделал то, что было необходимо. В конце концов, что заставило меня принять решение, я сказал, Господи, я знаю, что это то, что я должен сделать, но я не хочу этого делать. Я не хочу наносить ущерб этому человеку, делать ему больно, и Господь сказал мне, если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, то я кого-нибудь другого найду, и я сказал, хорошо, я смогу все сделать. Это не значит, что Бог перестал бы меня любить, это означает, что мое достижение полного потенциала и полное исполнение Божьей воли означало послушание, следование за Ним. Бог все равно бы меня любил, если бы я ослушался Его, но Он нашел бы кого-нибудь другого для этого дела. Я не хочу, чтобы кто-то получил мои благословения, я не хочу, чтобы мое место занял Елисей, который исполнит то, что мне было сказано, я хочу быть послушным, если вы хотите исполнить Божью волю в своей жизни, вы должны повиноваться. Пути Господни неисповедимы, так любят говорить люди, но правда в том, что Бог желает открывать свою волю для нас, у Него есть предназначение, путь и цель. В книге «Как найти, следовать и воплощать Божью волю» Эндрю говорит о важнейших принципах успешной и плодотворной жизни христианина, как познавать волю Божью, как она нам открывается, какие опасности могут предостерегать нас на этом пути, что может помешать нам воплотить предназначение, может помочь. Из этой книги вы узнаете эти и многие другие важные особенности, как узнать, следовать и воплощать волю Божью. Для этого вы можете позвонить по телефону 8 921-993-7009 или 8 812-371-6104 или написать нам через наш веб-сайт cbtcrussia.ru Вы хотите изменить себя и свою жизнь, но снова и снова терпите неудачу? Возможно ли вообще измениться к лучшему и сохранить эти изменения? Узнаьте способ гарантированных перемен для себя и своей жизни. В книге Эндрю Вомака «Изменения без усилий» Эндрю раскрывает секреты, которые помогут вам освободиться от ненужного бремени и войти в полноту Божьих благословений и призваний. Вы много молитесь, читаете Библию, но в вашей жизни ничего не меняется? Книга Эндрю Вомака под названием «У вас уже все есть» книга хороших новостей. Божий ответ на ваши молитвы не зависит от ваших дел и поступков. Он зависит от поступка, который уже совершил Иисус, когда отправился на крест. Прочитав эту книгу, вы получите знания, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему. Наши зачастую неверные понимания христианства и формальный подход к вопросам веры мешают нам увидеть истинную природу и натуру Бога, который не желает ничего другого, кроме близкой дружбы с нами. Каков характер Бога? Какой он, добрый или злой? Почему он такой разный в Ветхом и Новом Завете? Отвечает ли Бог на наши молитвы? Любит ли он нас по-настоящему? Вам наверняка знакомы эти вопросы, вы либо задавались ими сами, либо слышали их от других. В книге Эндрю Вомака «Истинная натура Бога» Эндрю дает ясные ответы на эти и множество других вопросов. Чтобы заказать эту книгу, свяжитесь с нашими представителями. Контактная информация на экране. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD-дисках на его веб-сайте cbtcrusha.ru cbtcrusha.ru Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России. 8-921-993-7009 или по телефону 8-812-371-6104. Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. А теперь давайте посмотрим анонс программы от Эндрю на следующей неделе. То здесь говорится об уповании на Господа. Как, знаете, вы уповаете на Господа, ждете Его явления. Не то, что вы сидите и ничего не делаете, уповая. Нет, и речь идет о том, как вы ожидаете, наблюдая за Господом. Можно сравнить это с официантом. Знаете, хороший официант ожидает своего клиента, его запросов. Он смотрит, если стакан пустой, он подходит доливать напитков. Он постоянно служит. Он вокруг клиента крутится, что называется. Вот об этом и говорится, что мы надеемся на Господа сосредоточен на нем и наше внимание на Господе. Если наше внимание будет на нем, наши взаимоотношения будут с Богом живые, то я верю, что сверхъестественным образом он дает нам таким образом силы. Вы знаете, на моих проповедях было много из моих старых друзей, которых я знавал 30-40 лет назад. Людей, которые занимаются служением, и я общался с ними. И многие из них устают, проходят периоды истощения, когда ничего не получается, потом они опять поднимаются, потом опять падают. И в общем, им тяжело сохранять какое-то постоянство в служении. Десятилетие после того, как я общался с ними, я натыкался на этих людей, и они были в шоке от того, что я все еще продолжаю расти, все еще у меня дела идут хорошо, и у меня не было каких-то периодов депрессии, падений. Поймите меня правильно, я имел искушение, и много плохого со мной происходило, и много было таких событий, от которых я мог бы развалиться, как грошовый чемодан. Обязательно смотрите продолжение передачи Истинной Евангелия на следующей неделе. Вы можете поддержать наше служение, чтобы мы смогли предложить вам еще больше книг и программы Эндрю Вомака на русском языке. Для этого зайдите на наш сайт cbtcrussia.ru, зайдите в раздел «Пожертвовать». Далее, следуя указаниям на экране, заполните форму слева, указав свои контактные данные. Введите сумму для пожертвования. Обязательно поставьте галочку в разделе «Новости служения». Нажмите кнопку «Пожертвовать», чтобы сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетовой карты. Безопасность платежа обеспечивается служба Яндекс. Благодаря вашим пожертвованиям наше служение сможет и дальше распространять истину Евангелия с Эндрю Вомаком. Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать заказ книг и дисков Эндрю Вомака, свяжитесь с нами по одному из телефонов или написав на электронный адрес, который видите на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин